хей оу гай с вами шимики и мы продолжаем ходить игру под названием мессенджер я у меня вообще но забиты поэтому я буду говорить как бы не дышала только рот я не знаю что делать но сам вообще дышать не могу так ладно что серии мы попали с вами в ад как я помню я хочу узнать могу ли его сломать да могу отлично вау 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 так ставится у нас раперок вау вот эти хери я не знаю что это вообще такое из по земле влазит вау 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 манцуем манцуем а у факт я понял типа смысл подпой стоять ворота здорово тебя что-нибудь нужно да мне нужен чатик куча локации добро пажет в логово льва а я не видел здесь никаких львов да нет я хотел сказать а и неважно так о чем ты хотел спросить жара жара здесь почти невыносимо эй я всегда рад избежать так избежать шаблонов но мысль о том что мы не позволим лаве помешать тебе в твоем эпическом приключении прямо такие рвет быть озвученной причем ты хотел спросить что-то есть и мне рассказать конечно вот тебе одна история жил был один молодой человек и как-то раз к нему пришел суку вау это ху-ху-юнчик то есть у кубки это классная вещь будучи скорей девицей нежели демоном суху предложил ему уникальная возможность посетить ад в качестве туриста парень оба так обожавшие приключения тоже прыгнул в портал они пришли в комнату где она где на огне стояли огромные котлы в них варили людей а и синято вооруженный пиками сидели на краях и сталкивали обратно в кипящую воду каждого кто пытался сбежать то в этом котле спросил человек своего проводника с у куба в этом здесь оказывается лжецы и изменники пояснил суку а в этом продолжил попадают люди которых охотятся ради забавой пошеломлены гости увидел все еще один котел он был намного больше остальных и на его краях не видеть и сидел ни одного и одного демона и сидел нигде демон на самом дне котла похоже был само на регулируемый самая регулируемым людей который пытался сбежать просто за затягивала обратно а этот котел для кого спросил парень которому не терпелось узнать кто же мог быть настолько упрямым в своих убеждениях что предпочел бы причинить себе боль нежели изменить свое мировоззрение а ты его в этом котле задумчиво ответил суку он для людей которые считают что в этом в этот момент когда указ а когда указ появляется новая очередь порядок очередности уже не важен конец эй да ты просто использовал эту же платформу чтобы излить свое возмущение да что с тобой ты что тоже такой же парень что за парень парень который будучи пятым в очереди спешит оказаться первым как только к открывается новая касса ах да это другое время неважно так чем ты хотел поболтать это короче знаете всякие придурки которые вперед очереди лезут вот что же 50 тысяч на автобус влиять два часа этот гидр просто приходит и быстро залетает да лава поднимается и так и знал так как здесь будут секретные стены показываться ну а летучая мышка здорово а ты а я чуть не сдох а я бы мог попрощаться со всеми хп крышками прыгнув лаву а вот тяжело было то мне кажется хотя здесь можно наклониться такое специфическое ха как придумали тут и тут и тут и тут и тут и тут и сохранение что это за штука неважно идемте дальше а демонята все вижу да это игруля идеально мне кажется будет для спидрана вот черт а погнали а куда хер дал бесит меня вау 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 тихо тихо так я сокращение пути да открыл так почему мне что туда за закрыт что ли проход вау тихо тихо что я этот момент пропустил так это прыгуны они на не на одну тычку не а нихера не на одну колите а у получением у меня что у меня только одна и то там косарь нужен что там уже тогда снизу ничего не было ну ладно и все равно ах ты зараза ну это легко ой 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 лава скопается с потолка вау хоп ези ага вот так да тихо тихо а я а я а я я я вот вот ладно давайте на трассе не пойду да за той штукой давай шустрее тут тут то демон пропал ништяк бешеная псина а с этой фигней чертик быстро пропадает смотрите как нужно момент подумал угадать а готова порталыч я что-то не видел этого камни сила почему тебя тут так много но ты мне не хочешь ничего рассказывать приятель вот блин а я сделал прыжок вера давай поехали ваш хватит тоже много съел моих вещей я просто осознаю что факт что сейчас будет вам поехали я просто вижу по лаве что она поднимается нет вот я знал я знал но она очень быстро блин на самом деле она быстро начала вот готова тихо лава от лава херячит посрать а елки-палки бывает быстрее 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 посарай 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 ооо все отлично не лава мне могла угробить так здесь нужно так сделать и тут то что мне нужно да ну ладно не то что мне нужно ну хотя в деньги это тоже неплохо на самом деле а косарь еще попробуй заработать так поехали давай 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 раз магия тпшка фу еду на фул блин а внизу что то есть интересно сейчас узнаем а внизу есть проход хорошо допустим ну так знак силы что сверху открывашка серьезно Серьезно? Хаеф Ладно Заново сделаем Не беда Блядь Как я тупанул Отсюда Нифига откуда начинать Вы издеваетесь Ладно начнем отсюда Не беда Не беда Все это не беда А причем А что здесь за сложность Ок Ништяк Далее Вниз вниз Хилл Мне хотя бы за них хилочек Ой босс Ну здесь точно будет босс Бычара это демонический Тебе что нибудь нужно? Давай Поехали Босс этого уровня Похоже следующий Генерал демонов Будь осторожен Говорят он очень быстрый Так о чем ты хотел поговорить? Ну он очень быстрый Значит я буду готов к этому Я думаю Главное здесь слово было Надеюсь Буду Бля Тебе уже Некуда бежать демон Видите дырки Я буду по дыркам еще Лазить Бля Потому что будет лава Скорее всего На полу Зачем мне бежать Если ты угодил Прямо в мою ловушку Это мы еще посмотрим Ха-ха-ха Сейчас мы Сейчас мы Покончим с этим Чемпион Синих Мантий Короче Когда у него Глаз Светится Это значит Он будет Давай-давай Херяч Интересно А могу ли я Замыть И такую фишку Как Просто спрятаться Но с Туркеном Я буду ментать Тогда Когда у него Копья застрянут Ай-яй Давай-давай-давай-давай-давай-давай Ай-яй давай 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 все отлично хватило мне одного хп все реки нужно было видеть и в тот момент когда он от мечи в землю втыкнул нужно было и пустякин михерячить невозможно быстрее меня никого нет скажи как снять это проклятие и а иначе в твоем представлении все настолько просто ниндзя в это куда масштабнее чем ты чем ты или даже я пора покончить с этим твой король демонов следующий только не ошибись и ганец ни один из нас не покинет это место живым если я не заполучу этот свиток он будет уничтожен вы бля чувствую сейчас будет пизда нужно будет бережать со всех ног до ладно о ух пронесло я тебя поймал приятель спасибо кажется теперь мы квиты о да как тебя зовут он фред что за странное имя для небесного змея при рождении мне дали другое но я всегда мечтал стать дворецким ясно всегда стоит говняться а равняться как говняться на желаемую работу они на ту которую выполняешь верно а значит а значит зови меня манфредом хорошо манфред чем ты занимаешься пока демоны не взяли твой разум под контроль не время для объяснений для тебя нас цель на сало великий момент неужели буду им управлять не морской мир они ни хера себе тому штурмовик о да ты на надеялся на героя запада никаких пророчеств тебе не ждет червь приготовься к смерти вау я вернулся в деревню ты вижу бар тотейли снова подвел меня твое правление закончено диспорт ахаха а думаешь все это работает вот так знай свое место ниндзя наше проклятие бесконечно а твое время истекает что же для тебя солдат я жду не дождусь момент когда мои приспешники займут войс займутся тобой это было потрясно то есть вы понимаете суть сначала к нам приходит мужичок с луком он дает свиток нам ниндзя а мы походу сейчас дадим свиток солдату кому ты ведь герой запада да нет я неужели я ушел так далеко на восток что подобрался к своей деревне запада все такое вдруг все такое другое неужели башня времени действительно отправила меня в будущее видимо это значит что и у меня для тебя важное задание кажется что прости в общем возьми этот свиток ты должен пронести его через весь мир доставить на вершину самой высокой горы серьезно она все сто процентов готов покинуть эту заставу да мир необходим гонец гонец удачи что просто возьми свиток если сейчас штурмовику буду гамать ребят я буду ждать если это все и вот твое время в роли гонца завершилась если это конец я жду вторую часть за солдата я представляю и что мне теперь делать ну ты можешь задержаться на несколько мгновений чтобы в полной мере осознать насколько все оказалось закольцовано но нет я по-прежнему хочу быть частью приключения вот так давай перейдем к делу то есть то есть время настало время для чего время наконец открыть мой шкаф серьезно да валя открывай для пожалуйста тратя до шкафа нет я ведь уже сказал шкаф там где ему должно быть поверь ты уже готов увидеть то что находится внутри клетов там нет честное слово и открой его не пусто выжить кирилл меня заставляет понимаете вы я уже отпер дверцу почему бы тебе не дать волю своей любознательности не открыть уже этот шкаф если не откроешь этот шкаф как можно скорее заставлю выслушать мою скучную историю от начала и до конца валяй предупреждать тебе она скучная философская неужели то же самое я даже лишил тебя возможно супер да это уже было оно это последнее предупреждение если собираешься продолживать в том же духе убедить что у тебя есть достаточно время поехали ладно двое поделюсь с тобой своими соображениями по поводу работы мадам мелодия когда на когда на протяжении долгого времени наблюдаешь за столькими людьми и читаешь в каких объемах как я неизбежно начинаешь улавливать определенные тенденции между нами есть нечто общее потребно существует ценность силы изобилие наших жизней и как а и как и во многих случаях есть функциональный и дефекциональный пути при проявлении этого вот и например дисфункциональный так твое ощущение ценности чего бы ты ни было исходит от одобрения других а значит или зависишь от внимания и умолняешь окружающих уверить тебя в этой адекватности получая положительные отзывы ты чувствуешь себя хорошо однако всегда находишь его в одном отрицательном комментарии от того чтобы твой день оказался безвозвратный исчерпан теперь о силе дисфункциональные люди ощущать свою силу когда существует контр контроль над другими вплоть до указаний им как говорите ли с кем общаться они чувствуют себя хорошо когда их супруги или друзья слабые и их можно контролировать однако сочи ощущают подавление и слабость когда рядом нет никого кто мог бы подписать подписать а подпитать их нам мнение ощущение изобилие им зачастую дарят материальные объекты говорящие об их высоком статье если же на неразборчивости о связах несмотря на то что деньги и толпы наряда радует их вы и жизни недостаточно на стоящей глубины а потрясение от неизбежного потрясения трудно переценить данная функциональных людей практически нет так как они как правило слишком заняты свои осмысленные жизни функциональные люди получают представление о своей значительности осознавая и принимать свою ценность ощущение силы им дарит способность сдерживать себя боеволе другим в теме то они есть и защищают себя в случае необходимости а изобилие вытекает из достойной заботы о себе вообще все это имеет смысл в теории но важно иметь возможность принимать это на практике поэтому первым делом и необходимо научиться управлять своими эмоциями я вижу это так все что ты переживаешь это за издеждается нам на многообразие сочетание большой пятерки это страх радость печаль и злость и стыд основные цвета наших впечатлений если угодно миш смешать страх и злость и получу зависть слишком много печали в твоей радости сделает тебя меланхоличным единственный способ справиться со сложными эмоциями разложить их на составляющие эмоции эмоции из больших пятерки и раз и разбираться с какой из них индивидуально проще сказать чем сделать верно вспомни история от а домах с привидением все они более-менее одинаковы не так ли сначала в доме стреляется горско оптимистических настроенных уралиев споре начинается происходить странные вещи и в течение некоторое время палом правит страх в конце концов главный герой теряет терпение и решает встретиться с призраком лицом к лицу что что тебе нужно страшить он устав рожать и страха зачем затем выяснится что призрак всегда всегда знает что именно им нужно и как правило желание у них одно чтобы обидевший их человек был осужден и они смогли обрести покой это обычно случается когда убийца представляет перед судом а тело призрака почитательно предают земле и вот тогда дом снова становится теплый и безопасный гаванью управлять так улавливаешь метафоры если ты часто бываешь подавленным раздраженный или же что-то другое ограничить твои способности наслаждаться жизнью и подобие дома с привидением твой внутренний ребенок испытывает боли и будет доставлять тебе все больше неудобств пока ты не спали повернешься и не спросишь что что тебе нужно честно задав этот вопрос ты обнаружишь что ответ все это время был в тебе и что выполнение требований своего внутреннего ребенка дело непростое но способны изменить всю твою жизнь только тогда ты сможешь приступить к поискам своего истинного я чтобы в конечном счете сбросить все свои цепи на этом я завершу свои размышления вслух а и не забывай что я всего лишь лавочник то что я говорю следует воспринимать настолько спектрически насколько это вообще возможно а теперь пожалуйста открой шкаф ой ладно давайте мы шкафчик откроем следующей серии поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте и если это будет конец да когда мы откроем шкаф тогда мы на этом закончим поэтому всем эти по скреплю поэтому всем пока